В преддверии отопительного сезона стоит быть предельно осторожными. Беда может свалиться как снег на голову, а причина тому – простое несоблюдение правил пожарной безопасности. И очередной рейд по неблагополучным семьям и по домам, где проживают одинокие пенсионеры, стал подтверждением того факта, что этих людей посещать просто необходимо. И разъяснительные беседы – далеко не единственная мера, которая должна применяться в борьбе с халатным отношением к своей безопасности и безопасности близких. В Бресте продолжаются мероприятия в рамках акции «За безопасность вместе». Рабочими группами, созданными в администрациях районов, проводятся обследования категорий граждан различных. В первую очередь, уделяется внимание социально неблаговоустроенным категориям. Особую озабоченность у подразделений МЧС вызывают именно семьи, в которых члены семей злоупотребляют спиртными напитками. К сожалению, по статистике, больше всего пожаров с гибелью людей происходит именно в местах проживания данных граждан. Далеко за примером безразличного отношения к своей безопасности идти не пришлось. После посещения частного дома одинокой пенсионерке Нины Комаровой стало ясно, о холодах женщина даже не задумывалась. Несправная печь и стойкий холод ее нисколько не смущали. А на вопрос, каким образом она собирается перезимовать в неотапливаемом помещении, пожимала плечами. К счастью, на помощь пришла рейдовая группа, пообещавшая позаботиться о пожилой пенсионерке. Комарова Нина Николаевна на протяжении уже 20 лет проживает одна. Отопления как такого у нее нет. Ведет, конечно же, она такой образ жизни своеобразный. Периодически злоупотребляет спиртными напитками. В связи с чем она и осталась одна. Сын ее просто-напросто выселил в эту квартиру. Ну, конечно же, долгое время на протяжении нескольких лет квартира была притоном, но, слава богу, мы ее все-таки добились. Сейчас она проживает хоть и одна, но под пристальным вниманием сотрудников органов внутренних дел, участковых инспекторов. Заходили, проверяли, как ежегодно. Никого нет у меня. Я ни с кем не связана, ни с кем не ворами этими. Погоняли, помогли, я не знаю. Я довольна, что я хоть спокойно на пенсии. Рейд в рамках республиканской акции МЧС к лицам, представляющим социальную опасность, а также одиноким пожилым людям, очередной этап в активной профилактической работе. На этот раз он коснулся наиболее подверженным нарушениям правил пожарной безопасности группы. Итог посещения домов этих людей – десятки осведомленных граждан. Приверка исправности их отопительных приборов – установка извещателей. Как показывает практика, только благодаря таким серьезным мерам можно уже сегодня быть спокойными за их безопасность на протяжении всего осенне-зимнего периода. Эффект определенно есть, потому что, по крайней мере, эти граждане не попадают в поле зрения газет, интернета. А вот прийти и ткнуть пальцем ему и показать, где, что именно надо сделать, показать даже снимки тех, кто погиб уже по таким причинам, я думаю, что какой-то эффект это даст. София Бережная, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.